Девятого марта все диджеи мира направили благотворительные организации и фонды. Без внимания не остались и петербургские дети. Доброе утро на Первом канале, включение Северной столицы. Днем они незаметно в толпе, ночью взрывают музыкой многотысячные площадки. А увидеть диджеев на танцполе можно, пожалуй, один раз в год в их профессиональный праздник. В 2002 году World DJ Day ЮНЕСКО был объявлен официальной датой. И заработанные 9 марта гонорары диджеи перечисляют детские благотворительные организации. В Петербурге эти средства помогут детям с онкологическими заболеваниями. Сегодня все какие-то петербургские диджеи, они с энтузиазмом взялись за этот праздник. То есть они помимо того, что в принципе делают это мероприятие, они лично от себя тоже делают определенные пожертвования. То есть они остаются равнодушными, стараются как-то помочь, поучаствовать в судьбе наших подопечных. Эту вечеринку для коллег по клубному цеху организовал диджей Серж. Один из немногих, кто в середине 90-х, стоял у истоков этой индустрии развлечений, да и вообще развития клубной музыки в Петербурге. Вечеринки в 90-х и вечеринки сегодняшние, говорит Сергей, это небо и земля. Привлечь гламурную публику в клуб теперь стараются новыми технологиями, как, например, этот костюм на Сержа, ярко и нестандартно. Кстати, такой же должна быть еще и музыка. Диджеинг, это, на мой взгляд, ну, лишь только, вот, ну, то есть, то, что про себя могу сказать, это небольшой этап в жизни, да, который на этой красивой дороге жизненной, да, был таким этапом, дальше будет больше, может быть, стану продюсером. Диджей Серж только ночью экстравагантен. Днем он скромнее, женат и воспитывает ребенка. Этим он как бы разрушает миф о том, что диджеи – в основном наркоманы и испорченные гламуром люди. Мне неинтересны клубы, то, что там творится, и мне лучше сделать свое какое-нибудь мероприятие, да, и показать творчество своих вменяемых людей, ну, то есть друзей и людей, которые присоединяются. Среди диджеев, не, я бы разрушил этот миф, все уже выросли, у всех есть дети, и я думаю, что благоразумные люди, они не могут принять решение, там, идти дальше по жизни, да, с ребенком в таком состоянии, занимаясь ерундой. Всем-всем-всем, друзья, еще раз огромный привет! Диджей Фил – популярный радиоведущий. Его рабочий день начинается в 7 утра с первым эфиром. Вечером студийный пульт Фил меняет на вертушке в клубе. О промежутках успевает и на презентациях побывать, и свои треки записать. Тем самым разрушая еще один сложившийся стереотип о диджеях, что они ведут исключительно ночной образ жизни, и кроме как крутить пластинки, больше ничего не умеют. Выступление в клубе – это лишь верхушка айсберга, некий такой апокалипсис всего того, что ты делал неделю, да, или, может быть, две недели, годы, да, то есть все эти пиар-инструменты, которые ты используешь, все то творчество, которое ты делаешь дома, в студии, где угодно, это все в итоге выливается в два часа выступления в клубе. Поэтому это огромная подготовительная работа. Фил – лидер клубной сцены, считает, что танцевальная музыка способна на уровне классической спасти жизнь. Являясь амбассадором, послом доброй воли, мирового движения «За жизнь без наркотиков» и СПИДа, Фил вместе с Владимиром Познером записали в прошлом году российский гимн этого движения. А затем мы сняли клип и, сами того не ожидая, получили поддержку более 70 радиостанций почти во всех городах страны. Танцуй ради жизни. Останови СПИД. Дэкс фор лайф. Некоторые люди писали мне, написать-то можно по-разному мне, что вот они послушали композицию, например, и там сходили, проверились на ВИЧ. Ну, просто, да, элементарно. И это очень здорово, когда, ну, какая-то цель, которую мы преследовали, она побуждает людей вот сделать. Несмотря на то, что профессия диджей относительно новая, она уже пользуется популярностью, особенно среди молодежи. Никите всего 13, но под его ритмы танцует даже самый требовательный клубный пипл. Два года назад отец Никиты, участник клубных тусовок, предложил своему способному сыну и в спорте и в музыке заняться музыкой танцевальной. На этого Никита занимался профессионально сноубордом и интересовался хип-хопом. А теперь, благодаря урокам Сержа, он профессиональный диджей энтерс. Правда, если приходится задерживаться в клубе допоздна, то только в сопровождении отца. Я буду продолжать играть, пока не состарюсь. Диджеинг уже давно является неотъемлемой частью любой вечеринки. Хороший диджей не просто свой трек, а еще и создает определенное настроение. Причем постоянно экспериментируя. Например, диджей Фил записал альбом танцевальной музыки, которую исполнил оркестр. А диджея Сержева запросто подыгрывает скрипач. И, пожалуй, профессия диджея одна из немногих, которая заставляет людей танцевать и веселиться. Игорь Цижонов, Александр Дружинин, Инвер Мухомедианов, Андрей Клемешов. Первый канал. Петербург.